Всем привет, с вами Коз. Наши путешествия по Америке продолжаются. Живем по-прежнему в тачке, наслаждаемся процессом. Сейчас у нас пасмурно, погодка не очень. Надо поехать поработать, как ни крути. Лень, правда, капец. Сил разбирает жизнь тачки дофига, но надо двигаться, отступать некогда. Погнали на встречу с приключением. Сегодня будет новый мув. Посмотрим, кого будем двигать. Погнали! Погода сегодня, правда, вообще трешняк. Дождь фигачит. Кажется, мы сегодня все промокнем во время очередного мува. Деваться некуда. Что нам дождь, что нам зной? Будем хреначить. Дождик. Запомните меня, пока я сухой. Скоро я стану мокрым. Мокрым и уставшим. Вариантов нет. Мы официально теперь в компании. У нас есть модная майка. Профессионал мувинг-сервис. Огонь, ребята. Я в теме. Поехали работать. Как обычно, я на тачке, и в трак не влез. Пару работ. Будем работать. Фигачить. Без вариантов. Это наш трак. Ехать нам, правда, на 40 минут. Сегодня будем работать только в этом райончике. Элитный какой-то коттеджный городочек такой. Сейчас найдем наш дом. И будем ждать наших друзей-мексов, где они шарятся. Но они пока на траке доедут, это время. Так что, будем ждать. Такой вот райончик. Найдем наш дом. Стаха на самом деле у них не так уж и много. Коробка куча. Тут коробка вообще кучей игрушек. Везем, сегодня азиатов. Странные ребята. Ну ладно, дело их. Погнали дальше. Такая вот спальня. Почти все вынесли уже. Осталась фурнитура. Кровать. Прикольная коробка для кошки. Я почти заканчиваю. Такая вот куча барахла. Нон-стоп им его таскать. Отфигачили уже 4 часа. Перевозим каких-то азиатов. Опять там с кошкой. Дофига всякого барахла мелкого. Какие-то игроманы. Куча всяких игрушек. А, странные типы. Не знаю, сейчас в общем загрузились. Ребята уехали на траки. Я на своей машине догоняю их. Посмотрим. Думаю, еще будем пару часов разгружать все это барахло. Собирать. Потому что много чего разобрали. От этого никуда не деться. Посмотрим, что будет на чай. Все работают за типы. Погнали за типами. Погода, блин. Дождь мелкий. Тут противный. Азиаты куда-то приехали в соседний город. Такое ощущение, что тут вокруг только поля. И чего больше нет. Как говорили, первое ощущение такое. А хотя вон уже виден городок, где они будут жить. Сейчас сами видите его. Вот он он. Новый азиатский город. Такой вот райончик Тиберново у них тут. Реально находится в поле. По-другому я писать не могу. Вокруг ничего нет. Новый дом. Это спальня ребенка. Типа игровой. Какая комната будет. Так, я выгляжу. Чувак отрывает с камерой. Интересная та коробка. Минфитажный дом. Купилица. Кухня. Пару спальня. Здесь какая-то крутая штука. Не знаю, на корейском или на китайском. Прикольно выглядит. Массивно. Доработали, получается, мы всего 5 часов. На братьев азиатов странные ребята. Просили не катать доли по дому. Таскать все на руках. Дали 55 долларов на чай. На троих. Это по 18 долларов получается. Все нормально отпахали. Сейчас заедем в LM11. Поменяем баблишко. Раскидаемся между нами чай. А потом надо отдохнуть. Сейчас уже 3 часа дня. Блин, пока доедешь из этой жобы. Будет уже ближе к вечеру. Еще надо поесть одевать. Ну ладно, как раз чай, хватит на то, чтобы поесть. Поехали. Сейчас заходил поесть. Сюда заказал себе бургер. Давай на дому. Сейчас поем. Сижу только минут 10. Бургера моего нет и нет. Нет и нет. Все никак не приносят. Девочка так спрашивает. Что вы все ждете? Я говорю, в ожидании своего. Я такая, сори. Сейчас узнаю. Побежала. Такая спрашивает. Бегает. Сейчас, говорит, подождите. Сейчас, говорит, все сделаем. Такая, окей. Зовет меня, типа, а у вас по карте или за каждую? Я говорю, карту платил. Простите, пожалуйста, что так получилось. Наличка дали все, что я заплатил. И я дали моей долг. Короче, сегодня у меня обед бесплатный. Прикольно. Вот такой вот сервис. Здесь часто так бывает. То есть, если они что-то нафакапили, то если их косяк, то возвращают деньги и ты получаешь сервис. Все ради репутации. Обожаю такие моменты. Ну, вот, как-то так, в общем. Ладно, сейчас надо поехать прогулять с какой-нибудь погодой. Вообще не хватит никуда ходить. Я сейчас вырубился на 40 минут. Еще вот так раз. Все, я сплю. Реально, либо я устал, либо просто давит. Судя дождь целый день. Надо сходить куда-нибудь, потому что по торговому походить, что-нибудь посмотреть. Ладно, сейчас придумаю. Просто ехал, ехал, он такой, ха-ха-ха, сходил, я увидел, что-то странное, непонятное, что-то людей много. Пока я не знаю, что я сейчас увижу, но выглядит это круто. Сейчас узнаем, что это. Здесь мека-индузов. Ладно, внутрь не пойдем. Блин, круто сделано. Смотрите, столько детально. Выглядит масштабно. Место мека-индузиосных индусов. Реально вокруг только индусов. На лице ее только здесь один. Место реально крутое. Свой чайнок, какой-то голововой, увидел. Она стоит того, чтобы увидеть, заехать сюда, посмотреть вблизи. Каждая маленькая деталь сделана идеально. Мека-местных индусов. Я тут один бледнолицый. Неожиданная встреча. Ладно, поехали дальше. Для них религиозное место. Видите, по службе какой-то проходит. На входе попросили там какой-нибудь айдишник, дали удалство студенческий. Показали, на выходят дадут. Ну что ж, заглянем вовнутрь, что там внутри. И тан-тан-тан-тан-тан. Блин, крутое место. Мама, уйди! Мама, уйди! Так интересно, находясь в Магарике, а окунуться в Индию, реально такое ощущение с запахами окружающим миром, что ты где-то в Индии гуляешь в Гоа, и вокруг тебя индусы местные, интересно. Такой колорит, ну ладно, колорит к колоритам, я вообще ехал в другое место к буддистам. Ну что ж, я пролетел посмотреть буддистов, времени уже много и мне надо постирать все-таки. Чистые шмотки закончились, завтра очередной мувинг, надо привести себя в порядок. Сегодня подогнали майку, она уже захреначена вся просто в хлам, шерсть из всякой говняшкой. Нужно отмываться. Сейчас пойду постираюсь, парахлишко накопилось, посмотрим. Нашел тут новенькую по дороге в строительном райончике, каком-то одни траки вокруг, не знаю, что стоить будет. Сейчас увидим, посмотрим. Короче, гол стираться, на улице выходить вообще не охота, там ливень фигачит, мокро, сыро. Хочется завернуться в теплое одеялко, включить сериальчик и спать. Вариантов других нет. Но наш вариант стираться и сон в машине под звук дождя. Пойдем на стирку. Капец капает на улице. Ну что ж, стирались мы, оказывается, в мексиканском районе. Мне все-таки с подозрением, чувак, что ты тут делаешь? Местечко, вообще, рядышком находится там, где я забирал машину, так что машина почти дома. Сейчас все достирается, досушится, и можно ехать отдыхать. На этом, наверное, наш день и закончим. Было круто, я доволен, посмотрел новых людей, наобщался с мексикосами, втерся к ним в доверие, это прикольно. Мне нравится процесс, надеюсь, и вам нравится. Ставьте лайк, пишите о том, что вы думаете, хотели бы увидеть. И подписывайтесь, если вы еще не в теме. Я достираюсь и спать к океану. Все-таки это мой дом. Поехали отдыхать. Спасибо.